Чистим жевательную поверхность. Вперед-назад 10 раз. Начинаем с верхней челюсти. Как избежать заболевания десен, разрушения эмали и правильно чистить зубы пастой? С учащимися 29-й школы стоматологи химок провели урок здоровья. А сколько раз нужно менять щетку? Год. Два раза. Один раз. Один раз в месяц. Два раза. Три. Два. Один раз. Четыре. Четыре. Пять. Раз. Три месяца. Урок здоровья объединил все первые классы. Дети охотно демонстрировали свои знания на практике, показывали врачам свои умения и навыки на муляже. А стоматологи указывали на ошибки и объясняли, как это делать правильно. Не все родители компетентны в плане правильной чистки зубов. Конечно, все стараются, все пытаются, но для того, чтобы было меньше кариесов и меньше дети ходили на лечение к стоматологу, то, конечно, такие уроки гигиены, уроки здоровья, они обязательно нужны. О том, что такие уроки крайне необходимы, говорит и статистика по детской стоматологической заболеваемости. Проведя профилактические осмотры, оказалось, что более 70% детей поражены кариесом. Поэтому ежегодно мы проводим программы в школах и в детских садах. У нас действует программа «Счастливые улыбки». В этом году в семи школах химок заработали стоматологические кабинеты. Пока дети проходят плановый осмотр, а уже в новом году там будут лечить легкие формы заболеваний зубов. Детей со сложными случаями лечить будут в детском отделении стоматологической поликлиники. Детей в школе очень много, очень много детей в начальной школе, а проблема зубов, она всегда есть. Дети должны знать многие элементарные понятия, как чистить зубы, как правильно держать щетку, как правильно двигать щетку в полость рта. И то, что показывают врачи им ежегодно, это очень здорово, это очень правильно и результативно. В конце урока здоровья детям показали мультфильм, мотивирующий их на бережное отношение к своим зубам. А затем первоклассникам вручили в подарок зубные пасты, щетки и дипломы о прохождении обучения.